Всем привет! В этом видео покажу как сделать вот такой вот макияж в фиолетово-винных оттенках, который просто шикарно подходит для зеленых глаз. Как всегда, первым делом наношу тональную основу. У меня BB крем от Garnier. Наношу пальцами, растушевываю с энцетической плоской кистью. Дальше мне потребуется база под тени. Наношу его совсем по полкапельки на каждое веко и вбиваю пальцами. Совсем недавно нашла у себя вот такую вот трешку теней. Это какая-то давняя коллекция от Ariflame. Захотелось мне сделать с ней макияж. Я беру средний вот такой вот розовый мягенький оттенок и наношу на все подвижное веко широкой кистью. Дальше мне понадобится вот такой вот глубокий винный оттенок, больше такой бордово-сливовый. Именно этот оттенок дает изюминку зеленым глазам. Отлично подчеркивает зеленый цвет глаз, делает их такими прям изумрудными. Набираю на растушевочную кисть и затемняю внешний уголок глаз и складку верхнего века. Я прорисовываю вот такую как будто галочку. Немножко прохожусь по ресничному ряду, буквально до половины этим цветом. Опять возвращаюсь к этой палетке и беру вот такой вот лавандовый оттенок теней. Сами по себе тени не особо пигментированные, поэтому наношу довольно много. Этот цвет я переношу на серединку века, чтобы добавить яркости макияжу. Дальше мне потребуется матовый розовый оттенок. Он такой практически не пигментированный и я его буду использовать для растушевки. В принципе оттенка он не дает, а только делает переходы более мягкими. Жидкой подводкой фломастером прорисовываю маленькие аккуратненькие стрелки. Дальше я беру вот такой вот карандаш в мягком лавандово-розовом оттенке. Это сделает макияж более завершенным. А глаз более очерченной, правильной формы. Как видите, результат заметен. Дальше мне понадобится консилер. Чтобы все это закрепить, нужно матирующая пудра. Прохожусь большой пушистой кистью по всему лицу. Осталось оформить брови. Беру однушку теней от Maybelline и маленькую скошенную кисть. Заполняю брови. Делаю как будто немножко брови домиком. Взгляд будет выглядеть более драматичным. Посмотрите, насколько изменяется форма глаз. И заполняю вторую бровь точно так же. Прокрашиваю хорошенько лесницы тушью. Решила добавить вот такой вот розовый карандаш для глаз. Его я буду использовать под бровь, а также во внутренние уголки глаз. При этом взгляд будет казаться свежее и более таким светлым. Пожалуй, нанесу его и на слизистую глаза. Осталось добавить немножко розовых румян в тон. И последним штрихом будет розовая помада. И вот такой вот макияж у меня получился. Надеюсь, вам он понравился. Если это так, поставьте пальчик вверх внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть больше интересных видео. Всех целую и пока! Субтитры сделал DimaTorzok